добрый день сегодня расскажу про новую пятерку от x-men это hong 5 на 5 на 5 естественно магнитный такая симпатичная зеленая коробочка минималистичная есть такая петелька раздвигать техническая информация кому интересно есть там разные версии покрытие увы не увы мне по моему обычная один из первых заказал здесь карточка еще внутри и коробочка видимо аксессуарами не открывал здесь отвертка то есть похоже на отвертку мою но че нарисовано дальше видимо инструкция не пригодится и о как было в валках когда-то тряпочка для протирки на мягкое приятное но тоже оставим давно не было пятерок больше года наверное на топовых когда я рассказывал про даян нежа вот вышло новое обещали революционную какую-то технологию и я ждал что кубик действительно будет именно такой что не захочется его из рук выпускать но первое вращение сказали и это все и как-то не очень он впечатлил что в нем нового он чуть меньше 61 миллиметр по весу примерно такой же как даян даян сам по себе легкий и в нем магнитная крестовина на это первый 5 на 5 с магнитной крестовины 7 ball core как ни назови и я очень ее хотел протестировать правда на 8 на 8 диан шинги раньше сделали магнитная крестовина но все же сравню сегодня с достойными конкурентами ну все кубы 5 на 5 которые заслуживают внимание это м джи си валк 5 м даян нежа и на удивление же чан от yj именно из него я сделал недавно сиамский 5 на 5 сразу будем перемешивать открутил на кубики сборка 150 наверное может быть больше очень долго тестировал кубик уже давно у меня и попеременно собирал все вот эти кубы стоящие на столе и сравниваю поначалу действительно совсем печально крутился кубик обычно добавил немного жидкой смазки стало получше когда просто его вращаешь собираешь кажется ну кубик и кубик вращение конечно приятное такое слегка тягучие внутренние магнитики чувствуется если вращать движение м крепко держится три слоя друг за но не покидает ощущение что чего-то здесь не хватает размер 61 миллиметр удобнее и после него берешь в руки даян кажется уже крупноват и лакапы на нем появляется уже чаще чем до этого но у даяна очень хорошо себя ведут крайние слои это наверное самые четкие крайние слои вообще на пятерке существующих четкие отличные легкие вращения все хорошо фиксируется здесь тоже неплохо но кажется что чуть менее четко хотя само по себе вращение благородное из-за того что среднемагниты достаточно сильные иногда при вращении нескольких слоев возникает трудности это наверное дело привычки и притирки сейчас уже такое явление реже кажется что чуть-чуть кубик разъезжается возможно это как раз из-за сильных внутренних магнитов или из-за того что крайние слои как-то настроены не так ну система настройки магнитов здесь нет поэтому имеем то что имеем хороший ли это кубик наверное да стоит ли он своих денег возможно тоже да все покупала тысячи за три сейчас можно купить и дешевле но если в китае конечно удобный размер приятная цветовая схема яркие сочные цвета и хорошо вращается если мне сейчас захочется покрыть 5 на 5 я наверно буду брать именно хонг но является ли хонг идеально кубиком 5 на 5 думаю все нет да это внутренняя система магнитной крестовины наверное хороша но я думал что будет лучше и скоро выходит 5 на 5 отган ну скоро не скоро но его активно обещают наверное придется его подождать вдруг и правда сделают что-то по-настоящему революционные но пока давайте соберем и будем вспоминать остальные кубики какие у нас есть кстати после хонга очень хорошо действительно зашел уже чанг он еще меньше то есть он 58 миллиметров чуть больше трешки он конечно похож на м джи си и вероятно если вы хотите кубик подешевле чем хонга но такой современного размера тоже чанг наверное даже будет поинтересней как я уже сказал я крутил по порядку все вот эти кубики и потом вспомнил что мне отдельно лежит же чанг который я купил для сына и достал его и оказался он такой хороший такой приятный такой весь из себя что я его крайне рекомендую как бюджетная модель но и принц можно и быстро собирать но давайте вернемся к хонгу волк 5 по мне немножко туговато ну на днях тот на нем какой-то национальный рекорд поставил для рекорд азии что-то такое так что списывать счетов его рано хоть и кубик староват но для меня он немножко вязкий я уже много раз говорил так собрали один центр второй центр собираем третий так красный есть дальше собираем синий среднее время на хонге ну вот по сотке стало лучше чем на даяне ну быть может я действительно потренировался немного но хотя бы из двух минут сотка вышла и уже неплохо собираю сейчас на скорость достаточно редко но пособирал в удовольствие мне все понравилось ну конечно хочется хочется чего-то еще ожидания были не такие ожидал что он вообще летать будет но пока так то есть если вы вдруг подумали что купив этот куплю станете собирать в два раза быстрее то нет чуть быстрее да ну и смотря на чем вы собирали и вы собирали на каком-то то немного например так было у меня могу я и ошибаться так центре уже давно готовы собираем ребра так тут есть 4 а тут еще парочку так восемь ребер готовы восстанавливаем центре собираем оставшиеся одно есть еще одна есть давайте модели ром чтобы был паритет не оттуда сейчас вот будет паритет вот чуть-чуть разъезжаются какие-то движения это непривычно ну и собираем как три на три здесь надо я не конечно получше хотя наверное кому-то понравится и вот это соберем чтобы было что-то вертолетное в принципе неплохой кубик 5 на 5 он такой достаточно плотно сбитый мы возьмем тот же джи чанг он весь такой желений здесь сбит плотно но вращается хорошо вероятно его можно понастраивать и будет он вращаться как-то по-другому но даже вот настройки из коробки вполне хватает чтобы собирать стабильно хороший кубик но не идеальный будем искать еще но пособирать можно все предыдущие кубики до сих пор актуальны даяна четкий красивый легкий ну кажется что он чуть потише чем остальные ну хотя возможно я с трешками путаю волк 5 такой инерционный мясистый кубик тоже собирать на нем можно хорошо мг7 универсальный куб немножко рыхлый ну это зависимость того сколько на нем пособирать ну и же чанг еще более желейный из коробки кубик приятный маленький компактненький собирать удобно и вот как у него равномерно вращаются внутренние слои просто загляденье ну и вот он сиамский 5 на 5 спрашивали что у него там с оранжевой гранью в комментариях тут иногда вот сильно растянуть центре чуть западает делаем одно движение все становится на место точно так же и на желтой грани может быть но не вылетает все хорошо собирается гораздо интереснее чем обычный 5 на 5 что кто не видел как сделать посмотрите очень даже рекомендую вот такие вот сегодня пятерки хонг молодец но ждем молодца получше а на этом все всем спасибо всем пока